Продолжаем выпуск. В России к 2017 году планируют перейти на электронные больничные. Бумажные листки нетрудоспособности сегодня достаточно затратны. Экономия после перехода на электронные документы оборот составит несколько десятков миллионов рублей. Подробнее об этой, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале нашей программы. Операторов мобильной связи обяжут передавать точный номер, с которого совершается звонок. В Минкомсвязи России уже разработали соответствующие поправки. По задумке авторов инициативы, оператор-абонент, которому направлен вызов, получит право не передавать звонок, если не определен номер. Такие меры позволят бороться с подменой номеров операторами телефонной связи, а также ограничить так называемый серый трафик. Также нововведения призваны исключить схемы, по которым с номеров дублеров звонят за рубеж, а настоящим владельцам после этого приходят огромные счета. Поправки должны вступить в силу не позднее марта следующего года. Через два года жители России смогут оформлять электронные больничные. Соответствующие поправки разработали в Министерстве труда. Переход на электронную документацию позволит Фонду социального страхования снизить расходы на изготовление бланков больничных. Это сэкономит 42 миллиона рублей. При этом бумажный вариант лист ткани трудоспособности все равно останется для тех, кому трудно от него отказаться. С помощью введения электронного аналога чиновники также надеются снизить число случаев мошенничества с поддельными больничными. Тем временем чиновники решили поддержать отечественных производителей лекарств. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничении госзакупок иностранных медикаментов. Согласно документу, заказчики должны отклонять все заявки о поставке лекарственных препаратов из зарубежных стран при условии, что в тендере участвуют не менее двух компаний, которые подходят по требованиям госзаказа. Исключение составит лишь государство, члены Евразийского экономического союза. По мнению авторов постановления, оно направлено на развитие отечественного производства медикаментов.